Совершают ошибку, и эта ошибка заключается в том, что они создают энергетический вирус. Этот энергетический вирус, он связан с нонсенсом, который происходит незаметно. Он происходит в тот момент, когда женщина, как бы невзначай, не обращаясь ни к кому, или обращаясь к кому-либо, задает вопрос, почему я не замужем. Слово «почему» в этом случае является неинтересным, непонятным и, условно говоря, непонятно, кто должен на этот вопрос ответить. То есть, обращаясь к никому, женщина произносит, допустим, оставшись сама с собой, женщина начинает задавать вопрос, почему я не замужем, почему на меня не смотрят, почему я одна, почему я холостая, почему на меня не смотрят мужчины. Скажите в этот момент, кто должен ответить на данный вопрос. А из-за того, что этому человеку в итоге никто не отвечает, а вопрос был задан, то происходит некое энергетическое короткое замыкание. Вот такое энергетическое короткое замыкание приводит к тому, что провод, по которому может, ну, грубо говоря, провод, по которому может передаться вам мужчина или отношения, этот провод плавится и перестает функционировать. И, естественно, очень многие женщины попадаются именно на такую удочку. Почему-то в нашей голове или в голове женщин очень часто есть вот такой пунктик, который заставляет женщину постоянно задавать такой вот вопрос, почему я не замужем, ну, почему вы не замужем, и кто должен вам ответить, зачем вы этот вопрос задаете в пустоту, зачем задаете себе, кто должен ответить, как вы можете найти? Вот если бы вы знали ответ, вы бы его знали бы и не задавали, правильно? А так вопрос, который задается в никуда и остается без ответа, фактически разрушает в дальнейшем возможность того, чтобы женщина вышла замуж. Можно ли это каким-либо образом убрать? Ну, конечно, это можно убрать при помощи слова «скоро». То есть, не почему у меня нету мужчины, а скоро у меня будет свой персональный мужчина. Не почему я такая несчастная, а скоро я буду самая счастливая. Не почему у меня что-то не получается или почему я одиноко, а скоро я буду не одиноко. Таким образом, слово «скоро» медленно, но уверенно ремонтирует те короткие замыкания и оплавления, которые возникают в судьбе такого человека, мешая этому человеку в дальнейшем быть счастливым человеком. Ну и второй пункт.